Тяжела дорога к знаниям. Дети сразу двух населенных пунктов Ленинградской области теперь в этом не сомневаются. Им этот путь в буквальном смысле перекрыли в этот понедельник. Каникулы затянулись, потому что автобусы в школу их больше не возят. Машины просто не могут проехать по разбитой дороге к деревням Нежного и Непова в Кингисепском районе. Зато туда с трудом, но добрался Роман Закурдаев. Для гармоничного развития личности умственный труд, конечно, полезно совмещать с физическими упражнениями. Но этот юноша уже третий день школу пропускает. Восьмиклассник Заир Мерзаев и рад бы снова за парту, но дорога к знаниям слишком длинна. До ближайшей школы почти 20 километров, а автобусы дальше его деревни не идут. Опасно. Дорога разбита. Дорогу разбили, командисты, и нам никак не попасть. Автобусы, 677-й он остается здесь, он едет, а 56-й он там, в котлах. Внеплановые каникулы сейчас у 32 учеников. Все из деревень Нежного и Непова. Сюда, в школу поселка Котельский, их обычно привозили на этом автобусе. В начале недели, с соображения безопасности, директор учебного заведения запретили выпускать его в рейс. Мне пришла официальная бумага, документ за подписью директора административно-хозяйственного комплекса. До особого разрешения подвоз детей школьным автобусом с этих населенных пунктов запретить. Эту асфальтированную дорогу до поселка Котельский, где располагается школа, построили в 89-м году. Местные жители рассказывают, что трасса была предназначена максимумом для проезда автобусов. 22 года здесь мирно лежал асфальт, пока по дороге не начали ходить большегрузные фуры. Почти полтысячи грузовиков в день вывозили по этой трассе песок и щебень из ближайших карьеров. Асфальт, по словам жителей, разбили всего за пару месяцев. Деревенскую дорогу перевозчики выбрали в целях экономии времени. Меняются объекты. На сегодня с карьера Пепе вывозится песок на строительство дороги на услугу, порту услуга. И им удобнее проезжать через нас. Руководители автотранспортных предприятий Соснового Бора Кингисепа не стали дожидаться, пока дорогу отремонтируют. И отменили рейсы на этом маршруте. Ходили уже до последнего, пока уже, как говорится, на брюхе не стали ползать по колее. И уже потом отказались от этого. Ну вот единственное, что пассажиров очень жалко. Дорожники Кингисепского района заверяют, что трасса стоит в очереди на текущий ремонт. В этом году здесь планируют отремонтировать целых 5 километров дорожного полотна. А пока проблемный участок тщательно исследуют. На завтра назначены выезд специалистов от трассы предприятий на дорогу. Проведут обследование дороги. А если сочтут возможным, то пустят движение. Кроме школьных занятий, Заир сейчас пропускает и тренировки по кикбоксингу. Успокаивает одно – великий ужасный ЕГЭ только в следующем году. Роман Закурдаев, Иван Посидко, Сергей Смирнов и Евгений Гаврилов. Последнее известие. Кингисепский район. Ленинградская область. Продолжение следует...